Мерзлая почва, песок, местами переходящий в чистый лед, красивые белые ночи. Все это как фантастика впечатлила московского студента Алексея Сокина в 1986 году. Тогда он и представить не мог, что спустя годы будет награжден почетной наградой за сохранение нежной хрупкой тундры. Проектирование и строительство объектов добычи и транспорта газа именно здесь, в особо сложных мерзлотно-геологических условиях, а также разработкой и внедрения технологий геотехнического контроля стали сферой его профессиональных и научных интересов. Тему продолжит Светлана Тусида. С московского Арбата на крайний север и на всю жизнь. 30 лет назад Арктика буквально заворожила Алексея Осотина, тогда еще студента геологического факультета МГУ. Она же стала сферой его профессиональных интересов. Работа в инженерно-техническом центре «Газпромдобыча на дым» он считает творческой и невероятно интересной. Прошел большой путь. От исследователя в академической науке до практиков газовой промышленности. Вдохновляет реальная возможность принимать и осуществлять нужные решения. Тем более в масштабах таких крупных проектов, как Бапоненково. Я действительно по-настоящему люблю природу арктических регионов. Нет ничего красивее, чем цветущая тундра весной. И я как геотехник и как специалист одновременно и в области экологии очень много усилий прилагаю к тому, чтобы вписать наши индустриальные объекты в естественные природные ландшафты. В самом широком смысле этого слова. С минимизацией воздействия на них. В 90-х, будучи аспирантом кафедры геокреологии, Алексей Осотин четко усвоил. Важно идти от постановки вопроса к научной разработке, а далее к внедрению. Наглядный пример – научно-практические конференции молодых учёных и специалистов. Предыдущий опыт показывает, что многие разработки, которые начинались как молодёжные исследовательские работы, превращались в серьёзные проекты и внедрялись в нашу производственную практику. Как научный руководитель, он призывает молодых специалистов к внимательности. Следить за тем, как меняется температура, мощность и глубина сезонного оттаивания грунтов от общего потепления климата, от воздействия на них инженерных сооружений. От этого зависит безопасность эксплуатации всех объектов, построенных на вечной мерзлоте. В значительной степени те успехи, которые на сегодняшний день имеют инженерно-технические центры, да и общество, в частности по вопросам геотехнического мониторинга, инженерной защиты территории и обеспечения надёжности газопромысловых объектов, она связана с деятельностью Алексея Борисовича. Служба геотехнического мониторинга, созданная под руководством Осотина, считается самой сильной и успешной среди подразделений «Газпрома». Тысячи термометрических наблюдательных скважин, как сетью покрывающие все газовые промыслы предприятия, свидетельствуют об одном. Принятые решения в области воздействия на окружающие среды были правильными и обоснованными. Работать с ним в удовольствие отзываются о сотрудничестве с Алексеем Осотиным и его коллеги. Стараются перенять его подход, найти оптимальный путь решения проблемы в максимально быстрые сроки. Знают, что он всегда внимательно выслушает и постарается помочь. Он ставит задачу чётко, что нужно сделать, в какие сроки, кто будет отвечать, когда нужно выдать готовое решение. Он у нас является генератором научно-технических идей и научных. Всегда наши выезды на конференции и высокие достижения в конференциях специалистов нашей службы и ВТЦ, те, которые курируют он службы. Я думаю, что на процентов 70-90 принадлежат ему. Среди своих многочисленных наград Алексей Осотин особо выделяет медаль губернатора Ямала за сохранение Арктики. Забота о северной земле для него уже давно жизненно важна. Сохранность покрова тундры и расположенных на ней объектов – задачи взаимосвязанные. Я всю жизнь, по существу, всю свою профессиональную карьеру посвятил Арктике. Мне это всегда было интересно, я всегда это считал важным. Я для себя считал, что я вложил определенный вклад в развитие Арктики. Но, честно говоря, на такую высокую награду региона я не рассчитывал. Это было приятно. Его день насыщен, полон. Командировки, совещания, конференции, работа над научными статьями. По неволе учишься организовывать свой день. Для руководителя это необходимо. Потом я знаю, что если на что-нибудь не хватает времени в жизни, надо придумать еще одно занятие дополнительное. И выясняется, что хватает и на то, что было, и плюс еще что-нибудь. Ямал – мое все, говорит Алексей Осотин. Здесь работа, семья, друзья. Иначе – счастливая жизнь. Светлана Тусида, Олег Зубко, телевидение «Общество» «Газпромдобыча на дым».